Отче наш, молитва. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки веков. Аминь. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 13. Учение Иисуса о молитве. Когда молишься, не веди себя, как лицемеры. Они любят молиться в синагогах и стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уеди в свою комнату, закрой за собой дверь и помоли своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И когда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, не бубните, не говорите ничего лишнего, как это делают язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем скорее их услышит Бог. Новое отношение к молитве. Не будьте, как они. Ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. А вы молитесь так. Отец наш на небесах. Пусть прославится твое имя. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Господь сказал, потому что, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. Но если не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков. Это Евангелие от Матфея 6 глава, стихи 14-15. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok